Добрый вечер! И мне есть что сказать. Я лишь одно хочу общее замечание сделать. Если каждый из выступающих постарается уложиться в 10-12 минут, то мы все вместе уложимся в какое-то приемлемое время, полтора-два часа. Это было бы замечательно. А все остальное, я думаю, мы будем регулировать по ходу дела. Порядок выступающих изложен. И я сейчас... Наташа, вы можете начинать. Да, Наташа, вы можете начинать. Будьте добры. И потом мы будем продолжать по ходу дела. Хорошо, хорошо. Ну, во-первых, спасибо всем вам огромным, что вы к нам присоединились за правильный интерес. Я полагаю, что среди вас есть и те, кто хорошо знакомы с творчеством, возможно, биографиями родителей. И кто-то, кто совсем еще не читал и не слушал их. Так что у вас, как говорила мне моя бабушка, папина мама, когда я ей признавалась, будучи американским ребенком, что я еще не читала Анна Каренина. Как я тебе завидую, у тебя все впереди. Так что я... Еще я хочу заранее попросить прощения, что не исключено, что мне придется чуть раньше времени вас покинуть уже в самом конце, поскольку рабочий день, и я по американскому времени. И вот я хотела... Я хотела сделать упор на биографию родителей и именно на... Скорее, на детство, на юность, на те части их биографии, которые, возможно, просто менее знакомы тем, кто маму слушали на свободе или папу читали. И я это постараюсь сделать, как говорил наш друг Миша Найман в «Диком кратце». И мы с Леной постараемся в два голоса. Я поделюсь фактологией, а Лена почитает отрывки, которые в нее вплетаются из написанного родителями. Ну и тем более я просто... Я хотела больше про ранние годы, поскольку остальные выступающие как раз очень... Лучше меня охватят годы более поздние. Но родители родились оба в 1937 году, как писала мама, как принято людям их поколение. Мать родилась в Ленинграде, отец в Москве. Мама до революции... Вернее, до 35 лет, первые 35 лет жизни мать прожила в квартире, которая до революции принадлежала родителям ее бабушки. И если кто из вас читал ее повесть через «Не могу» про блокадное детство, вы, может быть, помните, что там эта квартира, она присутствует почти как персонаж дореволюционной квартиры. Поэтому был, естественно, черный ход. У нее была очень странная планировка, такой длинный коленчатый коридор, по которому, как писала мама, можно было пустить автобус и сделать пару остановок. Там была зала с мраморным камином, которая мелькала всегда в рассказах родственников, но мать ее впервые увидела в 12 лет, когда провожала врача к соседям-мизантропам. Отец родился в Москве, но, пожалуй, одно из самых значительных событий его жизни произошло на самом деле за два месяца до его рождения, когда бабушка на седьмом месяце беременности после прогулки с собакой вернулась домой, в квартире обнаружила страшный беспорядок, и мужа не было, его забрали. Родители наши всегда полагали, что главным образом это было связано с его старшим братом, которого арестовали недели за три до деда, и старший брат, которого жил под именем Федор Карин, он был воспоставленным начальником разведуправления Красной Армии, и понятно, что со всеми происходило тогда. Да, ну, конечно, историю с отцом своим, отец наш, узнает гораздо позже, когда он был маленький, спрашивал про отца, ему как-то расплывчато отвечали, что он был военный, погиб на фронте. Отец расспрашивал про своего дедушку, который был до революции одним из директоров Украинбанка в Киеве, ему тоже отвечали расплывчато, что он воспитывался у сестер в деревне. И когда после ареста деда бабушка какое-то время смогла остаться в Москве, потому что, как мне объяснял отец, бюрократические шестеренки крутились медленновато, но в конце концов как-то просекли, что она всё-таки жена врага народа, и её с отцом, которому было около двух лет, и старенькой свекровью отправили, как жену врага народа, в Рыбинск. И тут надо сказать, ей и им всем очень помогали два обстоятельства. Я бы сказала, один – это то, что бабушка работала до ареста мужа в театре Образцова, в кукольном театре, и сам Образцов к ней с большой нежностью, по всей видимости, относился. В детстве я помню, что рассказывали, что он даже её провожал на поезд, что, конечно, было страшно с его стороны, смелый шаг. Не так давно сотрудники кукольного театра, которые составляли справочник про бывших работников, написали нам, что сохранились письма от Образцова бабушки, вот как раз с конца 30-х, начала 40-х, где он высказывал всякую поддержку, и я не исключаю, что, может быть, как-то это помогло им выжить, потому что, например, в Рыбинске со своим волчьим билетом вместо паспорта бабушка как-то ухитрилась устроиться на работу в ДК работников авиационного завода, оборонное предприятие, и вот, тем не менее, она была красавицей, и у неё был невероятный талант вызывать у людей сострадание и готовность помочь, как папа про неё правильно писал. И в отцовском детстве после Рыбинска была эвакуация, это, как он писал, такое самое раннее его воспоминание, я вот просто вам несколько строчек его описания хотела прочитать из воспоминаний, где он описывает, что, конечно, поскольку он был ребёнком, эвакуация казалась настоящим приключением, на пароходе вниз по Волге, да, толпа, да, люди давят друг друга, спят в повалку на палубе, да, воняет дымом и бензином, но сердобольный машинист пожалел красивую мать с ребёнком и старухой на руках, пустил их в свою каюту, я на самой верхней полке, и мне даже позволено время от времени щекотать лысину доброго машиниста. Чем не веселье? А то, что пароход, отплывший вслед за нашим, на следующий день немецкие самолёты разбомбили, это дойдёт до нас лишь в виде газетных строчек. Своими глазами мы тонущих и разорванных не увидим. И в эвакуации они оказались в Татарстане под Раифой и жили на территории детской колонии, где бабушка тоже умудрилась вести какой-то кружок мягкой игрушки, вернее, и кукольный театр, мне кажется, тоже, и это очень ярко описано у отца в его воспоминаниях. Мамино детство, как вам известно из письма Игоря, прошло во время блокады, и тут я не буду читать никакие отрывки, просто потому что я не хочу вас лишать действительно вот этого читательского удовольствия, чтобы целиком как-то сглотнуть мамину повесть через «Не могу», где очень многое замечательно описано, и в том числе всякие, что ели пили, как выживали, кто помогал, как гланды вырезали без наркоза, что, возможно, многих из вас этим не удивишь, но, конечно, для нежного, выросшего в Америке ребёнка это было просто вах. И в послевоенные годы, конечно, вот тут тоже родители, тут уже у родителей опыт был, по крайней мере, в одном городе, потому что отец уже после войны, отец с его матерью переехали в Ленинград, где жил старший брат моей бабушки, у него была одна комнатка, он смог их туда выписать, он был болен, он недолго после этого прожил, и отец стал ленинградцем. И тут они с мамой нашей наблюдали похожие такие сцены послевоенной жизни, особенно тут я маленький отрывочек мамин всё-таки упомяну, как она жила у пяти углов, и улица, правда, просела посередине, так что по всей длине улицы шла глубокая канава, заполненная водой железобетонным ломом разбитого города, и по этим железобетонным островам прыгали, как брянские партизаны, вооружённые уличные мальчишки, стреляли из рогаток обрезками железа, а зимой закатывали в снежки обломки льда. И если мать от этих мальчишек убегала, то для отца, мне кажется, главная задача была ими не стать, то есть в некоторых его произведениях, особенно в Таврическом саду, и в воспоминаниях, и в отдельных письмах нам он описывал определённые случаи и сцены из этой послевоенной жизни, и всегда было такое ощущение, что он действительно ощущал себя невероятным везунчиком, что как-то вот он не пересёк какую-то черту, я не знаю, полукриминальных действий, которые могли бы, после которых как-то возврата не было бы, и по счастливым обстоятельствам как-то спасся от этого. И именно оба они, и мама, и папа, они именно в детстве, конечно, влюбились в литературу, а папа ещё, я бы сказала, заразился любовью к истории и другим наукам, и это, безусловно, тоже отражено в его произведениях, и как раз один такой отрывок Лена подобрала для чтения. Здравствуйте. Я знаю, что у меня написано «Саша Московит», но это просто для американского театра. Я на самом деле Елена Ефимова. Это отрывок из его повести «Взрывы на уроках», повесть для подростков. Я ужасно люблю эти повести, и мне действительно кажется, что в этом отрывке сошлись практически все его интересы. «История, философия, кидоморальные устои». Вот этот отрывок. «Мы переходим к следующей теме», сказала Дина Борисовна. «Школа, наука и искусство в XII и XIII веках». Она сняла с руки часы и положила их перед собой. Все вы, конечно, знаете, что образование не всегда было обязательным делом, но вы и представить себе не можете, как мало грамотных людей было в начале нашего тысячелетия. Многие императоры и князья даже не умели писать и читать, а своих воинов считали на палочках, как первоклассники. Все непонятное, что встречалось людям в жизни, они сваливали на Бога и чудеса. А как же иначе? Ведь это было страшно. Когда что-нибудь непонятно, ужасно хочется понять. Я это знаю по себе. Видно было, что она очень переживает за тех древних людей, будто ей самой приходилось жить с ними и разделять их невежество, бояться грома, падающих звезд, черных кошек, колдовства, извержений и других интересных явлений природы. Она ходила рядом с партами, изредка останавливаясь, поправляя рукой прическу. И Глеб почувствовал, что он сам тоже начинает волноваться и представлять себе каких-то неизвестных людей, которые жили до него на свете, беспокоились о своих друзьях, путешествовали, воевали. И, наверное, даже не думали, что вот будет он, Глеб Зенуков, ученик 6-го Б-класса, словно это такие пустяки. И чтобы исправить их ошибку, он попробовал вообразить все множество живущих сейчас на земле людей, и тех, которые еще будут жить, но испугался непривычной огромности таких мыслей и в отчаянии замотал головой. И вот даже в эти темные времена, говорила Дина Борисовна, появлялись замечательные люди, ученые, которые стремились познать законы природы и заставить их служить человеку. Они положили начало многим современным наукам. Одним из таких ученых был Роджер Беккан, англичанин. Мне он нравится больше всех. Он родился, она взяла у Глеба учебник истории и прочла там, в 1214, а умер в 1294 году. За свою жизнь он сделал множество открытий, но современники о них ничего не знали. И только через 300 лет его работы были найдены другими учеными. В одной из книг он писал так, вы только послушайте. Четыре, в высшей степени заслуживающие порицания, вещи составляют помеху делу истины. Преклонение перед ложным авторитетом, укоренившаяся привычка к старому, мнение невежд и гордыня мнимой мудрости. И дальше, где имеют силы эти помехи? Там не действует ни разум, ни закон, там нет места для правды, там не имеют силы предписания природы, господствует порог, добродетель исчезает, там царствует ложь и гибнет истина. Слова эти по отдельности все были знакомы и понятны, но составленные вместе и прочитанные вслух, они превратились во что-то необычное и возвышенное, отчего многие покраснели и согнулись над учебниками. Словно стыдясь чего-то, Дина Борисовна опять увлеклась и не смотрела ни на часы, ни на Татьяну Васильевну, которая махала ей рукой, пытаясь сказать, что хватит про Бекона, нужно переходить к другому материалу. Он занимался разными науками, продолжала Дина Борисовна, математикой, механикой, астрономией. И еще он был немножечко алхимик. Кто-кто, не удержался Глеб. Алхимия – это почти химия, только без формул. Ну, гад. Вот, например, в вашем химическом кабинете стоят различные банки с порошками и жидкостями. Вы не знаете, что это за вещества. Если вас впустить сейчас в кабинет, вы, конечно, начнете все смешивать, и получится алхимия. Это очень увлекательная и опасная наука. Вот вы смешали несколько веществ, и получился какой-то неизвестный предмет. Она вынула из портфеля и подняла над головой небольшую черную таблетку. Совершенно неизвестно, что это такое. И вдруг таблетка выскользнула из ее пальцев, упала на пол и громко взорвалась. «Ой!» – воскликнула Сумкина. «Еще!» – зашумели все. «Еще разочек!» Татьяна Васильевна закрыла лицо руками, привстала и с досадой хлопнула блокнотом по парте. «Отчего он умер?» – спросил кто-то. «Подорвался?» «Монахи и богословы ненавидели его», – сказала Дина Борисовна. «Он разоблачал их невежество, нечестность. У него не было никакой власти, но они его очень боялись. То, что он говорил, приводило их в ужас. И они разбегались, только увидев его в дальнем конце коридора. Они считали, что в их богословии наука закончена, все сказано, и дальше идти некуда. Самым злейшим врагом Бекона был генерал ордена Иоанн Бонавентура. Он решил устроить над ним суд. И вот, когда собрался суд, она вдруг замолчала и остановилась около Дергачева. «Что ты там ищешь?» – спросила она. «Ты все время что-то ищешь и не слушаешь. Разве тебе не интересно?» «Мне не интересно», – честно сказал Дергачев и встал. «Почему? Тебе все равно, что случилось с Роджером Беконом? Или как?» «Так ведь тут все очень просто. Надо было убить этого Бонавентура, вот и все. Он сам виноват, что не догадался. Как убить? Обыкновенно, как кинжал. Уничтожить. Но ведь пришел бы другой на его место. И этого тоже», – сказал Дергачев. Он даже слегка улыбнулся. Так просто и понятно у него все получалось. «Не знаю», – растерянно сказала Дина Борисовна. «Прямо не знаю, как тебе ответить». Она беспомощно поковыряла указкой паркет и отошла к столу. И сразу же прозвенел звонок. Это все. Спасибо, Ленулька. Спасибо. Ну, я так конспективно продолжу биографическую часть и подведу нас к следующему отрывку. В середине, в конце, ну, начиная с середины 50-х, конечно, как вы догадываетесь, с началом десталинизации, после 20-го съезда, и отец узнал о том, что произошло на самом деле с его отцом. Да и мать тоже, ее отец был реабилитирован, он был арестован в 48-м. Родители в конце 50-х оба поступили в политех, и там они познакомились. Уже в 59-м году они поженились. У мамы была очень смешная история, что, значит, у обоих семей денег было страшно мало. Родители отдавали, конечно, свои стипендии в семейную копилку. И свадьбу они решили сыграть вдвоем с еще одной парой, чтобы разделить как-то расходы у мамы. И с одеждой было плоховато. Она была в белой блузке и черной юбке. И когда они явились в ресторан, стало понятно, что все официантки ровно в том же. И были, как вы догадываетесь, всякие казусы с этим связанные. Но вот папа переехал в ту самую коммунальную квартиру, где мать родилась и дожила до 35 лет. И тут началась их дружба с молодыми литераторами. Потому что при том, что они учились на инженеров, они ходили в разные литературные объединения. И настоящей их страстью была, безусловно, литература. Отца даже на пике хрущевской оттепели приняли в союз писателей. Мне кажется, он в какой-то момент стал самым юным членом. Но в 60-е, 70-е, как вам тоже известно, гайки потихоньку стали закручиваться. То есть, вернее, сперва потихоньку, потом покруче. Отец стал кое-какие произведения отправлять. И они выходили за границей под псевдонимом Андрей Московит. Он, по мере того, как все больше и больше знакомых и друзей вызывали на допросы, а то и сажали, он стал всех вернувшихся, всех отсидевших, очень с большим интересом расспрашивать, как это было. И пытался как-то внутренне готовиться к этому на всякий случай. Опять же, я помню, что когда выпустили деда с маминой стороны, мать заметила, что у него как-то исковеркана рука и спросила, как это произошло. И он описал, как во время допросов ему руку дверью просто разбивали. И когда мама, будучи еще тогда достаточно юной, 20 с небольшим лет, спросила, ну как, почему, он ей просто ответил, чтобы показать, что они могут. И, соответственно, в 70-е, ну тут опять же вам, я думаю, многим знакомая история, все друзья и знакомые решали уезжать, не уезжать. И родители решили все-таки уехать. Мы эмигрировали в 78-м путь. Наш был слегка неординарен в том смысле, что мы уезжали через Австрию, но в Италию мы не попали, потому что мы уезжали Лена, я, родители и мамина бабушка, которой на тот момент было уже 90 лет, и лето в Италии показалось нам, показалось маме противопоказанным, и добрые бюрократы разрешили нам дожидаться документов в Австрии. И когда, и настоящая возможность уже как-то осесть в Америке появилась благодаря тому, что хозяева издательства Ardis тогдашнего, которое, это было маленькое издательство в штате Мичиган, в городе Аннарбор, его хозяева пара Карл и Эленде Профер, они изучали русскую литературу в Мичиганском университете, были невероятные ее поклонники, часто приезжали в Советский Союз, родители там с ними познакомились. И недавно, кстати, тем, кому интересно, вышел короткий документальный фильм про Ардис, называется «Камень, ножницы, бумага», онлайн можно посмотреть. И мы приехали в Мичиган, родители проработали несколько лет в Ардисе, и папа потом решил, что он бы хотел свое издательство открыть и сам уже решать, кого издавать, кого нет. И довольно невероятно, что это ему удалось. И самые ранние произведения за границей, опубликованные до Влатова, выходили в издательстве «Эрмитаж», много замечательных поэтов, в том числе здесь присутствующие. В общей сложности в издательстве вышло, мне кажется, около 250 книг, в основном на русском, какие-то на английском, в том числе для студентов. Но когда развалился Советский Союз, конечно, вдруг хлынули в Америку гораздо дешевле изданные русскоязычные книги, и бизнес-модель издательства очень сильно подшатнулась. Но тут опять нам повезло, потому что однажды в нашем доме под Нью-Йорком, в Нью-Джерси, звонил телефон, подошла мама, и на другом конце был Юра Гендлер, который был тогда начальник русской службы радио «Свобода» в Нью-Йорке. Он звонил вообще-то отцу, хотел с ним о чем-то посоветоваться, но мамин голос ему так понравился, что он спросил у нее, не работала ли она когда-нибудь на радио. И вдруг оказалось, что она таки работала. И тут началась мамина карьера на «Свободе», которая продолжилась буквально до последних дней ее жизни. вышли у нее там сотни передач. И опять же, благодаря ссылке в Игоревой письме, вы можете послушать там много чего и почитать в том числе ее воспоминания, которые последние лет шесть до смерти она писала. А у отца в общей сложности к концу жизни он составил список всех своих произведений в том порядке, в котором он бы хотел их видеть. И получилось, кажется, 30 томов. И папина смерть, я бы сказала, если можно смертью назвать счастливой, она, наверное, была, потому что как раз ему исполнилось 83 года. И он года полтора болел, но как-то как раз чувствовал себя гораздо лучше. И в тот вечер он пошел с своей палочкой и с полиэтиленовым мешком с рукописью, которую он готовил для Евгения Берковича, который тоже с нами сегодня присутствует. Последний из пяти или шести изданных Евгением книг отца. Он шел к компьютеру, чтобы там внести последнюю какую-то правку. И буквально по дороге в кабинет упал. И мы уже прибежали, и его уже не было. Ну, то есть тело было. Но мама была очень особый человек, и она была бы счастлива, если бы они могли бы всю жизнь просто бок о бок остаться вместе. и она бы за ним ухаживала. И, может быть, те, кто только будут судить об их отношениях по ее произведениям, могли бы об этом не догадаться, потому что про отношения мама писала смело и искренне. И она, к счастью, ей удалось уже в более поздние годы довольно много написать. И Лена вам сейчас прочитает один короткий рассказ, который, мне кажется, отражает все мамины прелести, но это уже судить вам. Спасибо. Это, в общем и целом, автобиографический рассказ, естественно. Он называется «Декретный отпуск в 70-х». Я очень люблю этот рассказ. Вы можете его весь прочитать. Лена, камеру подвиньте, чтобы лицо чуть выше было, извините. А, сейчас попробуем. Вот так лучше? В обратную сторону, ниже. В обратную сторону, а так как? Нет, выше. А вы смотрите на свое изображение. Я не вижу своего изображения. Ну, хорошо, идите вверх. Только медленно, я скажу, когда остановится. Вверх – это что? Сюда, ближе ко мне? Я скажу, когда остановиться. Окей. Еще, еще чуть-чуть. Остановитесь. Все, все, все. О, ну вы сдвинули. Еще раз. Да, это сдвинулся компьютер. Остановите. Все, вот так. Все, извините. Остановила. Хорошо. Это примерно половина рассказа последняя. Так что весь рассказ можете прочитать в «Звезде». К началу родов муж из Москвы не приехал. И в больницу жену отвезла мать. В Снегиревку, имеющую репутацию надежного конвейерного производства. По дороге они поссорились. Что случалось всегда, когда они оставались вместе больше, чем на полчаса. Жена сказала, что если муж не вернется к ее выходу из больницы, за ней приедет подруга и поможет в первых опытах. Мать, ревновавшая к подруге, сказала, знаешь что, или я, или она. Было 11 часов вечера. Приемный бокс Снегиревки пустовал. И опытная жена решительно отправила мать домой. Дежурная врачиха, осмотрев жену, сказала со спокойной уверенностью. Рано вы приехали, езжайте-ка домой. Не могу. Меня мама привезла и уехала. Как я буду одна ночью добираться? Ну, что с вами делать? Валя, там много народу рожает? Нет? Ну, отведи ее, пусть там до утра покукует. В кафельном, похожем на баню зале, стояли рядами клеенчатые столы. На некоторых уже корчились. Жена всматриваться не стала и вышла в длинный пустой коридор. Пока оформление, пока душ. Часы в конце коридора показывали полночь. Схватки шли уже через каждые пять минут. И жена бродила взад-вперед, напевая военные марши. В схватке пережидала, прислонившись к теплой батарее. Настроение у жены было, как у спортсмена, выигравшего первый раунд. Мать отправила, врачихе не поверила и готов к труду и обороне. В конце коридора гулко раздались голоса, и появилась парочка в белых халатах. Важная девочка со стопкой белья и молодой циник, сопровождающий ее на очень близком расстоянии. Оба скрылись бельевой, но через секунду циник вышел обратно в коридор, чуть встрепанный. Он посмотрел на жену, припавшую к батарее, потянулся с хрустом и вдруг закричал «Скучища!». Жена засмеялась и, скрючившись, повлилась в банный зал на свой топчат. Сватки пошли через каждые две минуты, и на эти две минуты жена крепко засыпала. В какой-то момент она проснулась от голосов. Могучая акушерка говорила двум врачихам с неадекватным раздражением. «Нет, вы посмотрите на нее, она спит». «Ну и пусть», – добродушно сказала врачиха помоложе. «Небось, роды не проспит. Давай-ка, Лизавета, веди ее рожать». И ушла. «Ну, вставай», – сказала акушерка. «Как? Мне самой идти?» – не поверила жена. «А ты думала, я тебя понесу? Давай-давай». Жена слезла с топчина. Ноги ослабли, и голова уже была не своя, но, главное, она чувствовала, как ее тяжелеет где-то в самом низу живота, почти между ног. Впереди до двери бродилку огромный ярко освещенный кафельный пол. Придерживая между ног подол рубашки на всякий случай, жена пошла мелкими шажками. Лизавета на полшага вперед, но когда жена протянула руку, чтобы подержаться за нее, та шагнула вперед, так, чтобы жене было до нее не дотянуться. Не взлюбила Эльза. Веком подумала жена и сосредоточилась на дороге. Левой, правой. Раз, два. Ноги широко не расставляйтесь. Ничего, нам нужна всего одна победа. Когда жена взобралась на родильный топчан, она была в таком победно потрясенном состоянии, что, можно сказать, прозевала собственные роды. Был только один болевой удар, но такой резкий, что жена пронзительно вскрикнула. И Эльза сразу отозвалась. Это что еще такое? И тут же врачиха сказала. Девочка. И жена ни с того ни с сего всхлипнула. Ровненькая, нормальная, классические три пятьсот. Спокойно, словно ничего не случилось, говорила врачиха сквозь новорожденный писк. Потом подошла к жене показать белый кокон. На оранжевом личике круглый рот чмокнул, молочные глаза обвели мир и закрылись на заслуженный отдых. Врачиха спросила с ухмылкой. «А вы знаете, какие у вас были роды? В каком смысле? Мы называем их космическими. Вы прямо выстрелили, как ракеты. Но ничего не разорвали, все в порядке». «Тутки!» Опять с непонятной злобой сказала Эльза. «Послед ты не вышел? Я уж чувствую, что дело пахнет керосином». «Ладно, тебе же заведу», сказала врачиха. Но акушерка не могла остановиться. «Да потому что я знаю этих странных интеллигентов. Наделают абортов, потом таскай их в операционную». Какой способ борьбы? Подходят женщины, лежащие на топчане через 10 минут после рода. Ноль внимания. И жена, игнорируя, Эльзу спросила. «Доктор, а можно я тут полежу? У меня и в прошлый раз послед вышел через полчаса». «Конечно, полежите», ответила врачиха, чуть даже приветливее, чем раньше. И, обернувшись к Эльзе, тихо. «Слушай, оставь ее в покое». Послед вышел, врачиха, рассмотрев его под яркой лампой, повернулась к жене. «Нормально, цел. Сейчас вас акушерка вывезет в коридор, а потом медсестра поднимет вас наверх в палату». И жена сказала с чувством. «Спасибо вам, доктор, спасибо большое». Эльза выкатила каталку с женой из родильной. Это был уже какой-то другой коридор, тоже чудовищно длинный и пустой. Но там метрах в тридцати от дверей родильной стоял стол, зажженный лампой и телефон. Что-то подмывало женой. Приподнявшись на локте, она сказала, посмотрев акушерке в глаза, «Послушайте, вам ведь все равно, где меня оставить? Оставьте рядом с телефоном». Эльза ответила взглядом на взгляд, молча повернула каталку и вдруг одним движением могучей руки послала ее в полет. Жена ахнула и покрылась испарином. Каталка неслась, постукивая на стыке коферных плиток. У жены мелькнула дикая мысль спрыгнуть на ходу, но она не посмела и лежала, привстав на локте, напрягшись и вцепившись в поручни. Каталка остановилась, устала с телефоном с точностью до нескольких сантиметров. Жена оглянулась. Эльза уже почти скрылась в дверях, но высунула обратно голову, и они снова обменялись взглядом. Подрагивающей потной рукой жена сняла трубку и посмотрела на часы над столом. Два полу... по полуночи. Не очень, конечно, удобно звонить в такое время, но ладно. В кое-веке раз. Телефон успел прозвонить только раз, как мать сняла трубку. «Мама, это я!» «Что случилось?» – спросил помертвевший голос. «Да ничего. Хочу поздравить тебя с внучкой». «Как? Почему?» «Уже!» – тихо, чтобы не разбудить коммуналку, закричала мать. И в ее голосе было такое несказанное облегчение, такой неподдельный восторг, такая неостывшая, не зачерствевшая, неопостылившая любовь, какая только и нужна была жене в эту минуту. В палате жена заснула, как солдат после боя, под ярким светом лампы, под голосами сестер, хлопотавшись над каким-то менее выносливым продуктом больничного конвейера. И засыпая, она вызвала в памяти лицо коллеги, который проводил ее домой после отвальной, по случаю, декретного отпуска. Театрально кряхтя, он вытащил ее из такси, обнял и сказал, «Какая вы все-таки?» «Какая?» – кокетливо спросила жена. И он сказал серьезно, «Желанная». Она вызвала в памяти это лицо, улыбнулась ему и крепко заснула. Все. А, я забыла сказать, очень важная вещь. Вот этот вот оранжевый, оранжево-ликий ребеночек, это как раз была Наташка. Да, догадались. Молодцы. Так, Наташа, вы продолжаете, да? Я все, я передаю, я передаю стафетную палочку вместе с микрофоном Александру Борисовичу. Ах, вот как. Ну, прекрасно. Спасибо большое, Наташа и Лена. Все замечательно. Тогда, Александр, пожалуйста, unmute yourself. Потому что потом мы будем обсуждать. А сейчас, так сказать, да. Добрый день. Меня слышно? Да, да. Слышно. Спасибо. Я думаю, что мы познакомились с Игорем в 69-м году, когда он приехал в Москву для учебы на сценарных курсах. Его привел к нам такой общий приятель Леонид Чертков, поэт, библиограф, филолог. Он привел Игоря к нам домой, познакомился нас и с тех пор наши отношения были очень такими крепкими и надежными. Я стал приезжать в Питер, там я познакомился с Мариной. Ну, в общем, да, как все. Были крепкие такие настоящие отношения, которые я очень высоко ценил. Потом Ефимовы решили уезжать. Уезжали они почему-то через Москву поездом на Вену. Я очень хорошо помню проводы на вокзале. Наташу, которая как-то там мелькала четырехлетняя. Ну вот. А дальше, значит, надо было как-то эти отношения сохранить. И это было не так просто. но тем не менее что-то мы придумали, какие-то ходы нашли. И был период, когда наше положение в Москве было довольно-таки ненадежным. Ждали всяких неприятностей. И в этот период Игорь изобрел такой способ одновременно сообщения и не только сообщения. Значит, он приблизительно раз в две недели отправлял нам открытки. Очень такие красочные американские открытки, в которых он писал от руки абсолютную ерунду. то есть просто исключительную ерунду. И время от времени потоки этой ерунды он вставлял что-то довольно-таки важное. Расчет его был, конечно, такой, что он создавал как бы ну вот регулярную связь, связь за границей, которую нужно учитывать при всяких раскладах. но не все он мог учитывать, как потом выяснилось. У меня был левый канал, значит, так что я ему мог писать спокойно, без всяких ухищрений. Ну вот, потом я как-то раз пришел на почту, с меня спросили паспорт, я дал паспорт, и женщина, которая там сидела, посмотрев на адрес, вдруг закричала, ой, девочки, идите сюда. Значит, прибежали как бы некое количество девочек, которые защебетали и сказали, вы знаете, это к вам ведь приходят такие красивые открытки. Я сказал, сюда, ко мне. Говорит, так интересно, мы, говорит, их все читаем, не останавливаясь, говорит, просто, значит, я понял, что посвятительская деятельность моего друга Игоря, она получила неожиданный совершенно резонанс в этих обстоятельствах. Потом мы встретились уже в Америке, Игорь и Марина очень старались нам помочь. Многие годы Игорь давал нам какую-то небольшую работу, либо редакторскую, либо корректорскую, либо что-нибудь еще. Потом, когда возникла такая возможность сделать русский перевод Сведенбурга, он тоже пригласил меня, чтобы я этот перевод сделал, он его редактировал, и под нашими двумя именами этот перевод в Москве был опубликован. То есть, его опубликовало общество Сведенбурга. Мы довольно часто виделись, пока Ефимовы жили в Нью-Джерси. Такой был хороший маршрут. Я туда приезжал, или мы вдвоем туда приезжали. Потом, попозже, мы уже туда втроем приезжали с дочерью Верой. Мы всегда находили там ночлег. Были страшно довольны увидеть эту замечательную и исключительно талантливую семью. Когда их не стало, что-то пропало в нашей жизни очень важное. Спасибо. Это все. Спасибо большое, Александр. Очень теплые воспоминания. Значит, только что я получил письмо от Ивана Толстого, где он говорит, что вот он бежит домой и сразу даст знать. То есть, мы подождем, а пока, я думаю, выступит Владимир, если вы не возражаете. Владимир, пожалуйста. А потом, да, просто поменяем порядок. Минуточку, у вас нет сейчас Молодя, микрофон не работает. Я знаю, я знаю, вот сейчас он включит. Владимир, это я, да? Да, да, Владимир Андрессон, да. Спасибо. Значит, во-первых, присоединяюсь ко всем объяснениям в любви к Марине и к Игорю. Это несравненные совершенно люди гостеприимные, добрые, талантливые и в писательстве, и в дружбе. И я даже бы сказал родные просто. Это связано, конечно, с тем, что они питерские. И я знал это поколение по своим сестрам, которые как раз родились, которые были, которые ровесники Игоря и Марины. У меня две старшие сестры. Я знал эти компании прекрасные, которые собирались у нас дома, но тогда я, конечно, не знал еще ни Марины, ни Игоря. И кроме всего прочего Игорь, Игорю я бесконечно благодарен. Он издал мою первую в жизни книжку. Это был 91-й год, и мне было уже, между прочим, 43 года. Вот. Ну и мы общались начиная с 90-го, с того момента, когда приехали, с 90-го года. В 95-м я написал одно, я вообще был такой придворный стихотворец, я писал шуточные всякие послания, когда мы собирались на лужайке в Энглвуде, в дворе дома, где жили Игорь и Марина и Игорь. И вот в 95-м году я написал одно из многочисленных посланий, по-моему, это всегда было в сентябре, в начале сентября, я зачитывал их на пирушках, на этих издательство Игоря, как вы все помните, называлось «Эрмитаж». Я напоминаю, поскольку в этом стишке оно обыгрывается, а сон в ночь на 3 сентября 1995 года. Мне снился сон, усталый вдоль гудзона, я шел, меня окликнули с газона, пройти и не заметить, не отрезвано. Я не был обделен ни провиантом, ни внешним, ни тем более талантом, но он мне померещился атлантом. Она кариатиды, прямо скажем, музейные реликвии со стажем, они мне показались Эрмитажем. Я прошептал, скажите Бога ради, вы никогда не жили в Ленинграде, который назван так в честь мужа Нади. Па сказала, да, но с поля брани, уйдя, мы очутились в Мичигане, где расцвели подобно экибане. Теперь мы здесь входим, вхожу, народа полно и не единого урода. И хоть бы кто безмолвствовал свободу. Столы накрыты, тянет между столами какими-то ефимными маслами. Ненавижу компьютер, ненавижу, не могу с ним справиться. Столы накрыты, тянет между столами какими-то ефимными маслами, то к даме подойдут, то снова к даме. Уже ли это сон, уже ли это лишь ефимизм и вымысел поэта? И я сказал себе, ну хоть во сне-то судьбу благодари, она не злая, тебя нашла чета, не пожелая, полдневный жар в долине Тенефлая. Вот. Это одно из многих, но я все не смогу прочитать, я прочту еще одно, а если потом будет какая-то потребность в шуточном перерыве, я смогу прочесть что-нибудь еще. но вот еще такой тост по случаю пятнадцатилетия издательского дома Эрмитаж. Напротив Кортов дом известный, а в нем супруги с дочерями живут, их быт мелкопоместный, духовный жаждей телесный, порою получают быт. Не барский дом, но и не нищий, пятнадцать лет судьбой храним, он знаменит приятной пищей и издавательством своим. Раз в год хозяин и хозяйка встречают на пороге нас, на каждый случай про запас у Игоря готова пайка, он как Сократ умен подчас, а у Марины есть убытка, она жена и не ксантипка. Здесь что не гость, то вяжет лыка, здесь не увидишь рях и мор, здесь красноречием блещет Вика и тайна муж за лику гор, он тоже впрочем исполинский талант, поскольку беломринский. Их дочь с безуминкой в генах мелькает взрослое дитя, смущая юношей почтенных, плотную к он им подходя. Здесь бродит некто, кладезь знания, он с нами запросто сидит, он русской кухнею возгнания среди евреев знаменит. Спроси его, и не кобенись, он просветит тебя, еврей, читатель ждет у шерифа генис, навык, возьми ее скорей. в терповом причастный тайнам, здесь остроумничает найма, а то извительно и зло, кого-нибудь заденет, знай нам, коль не заденет, повезло, сюда летят из-за кордонов, Нью-Йорк гордясь, шлет гордонов, и Бостон интеллектуал своих красавиц шлет на бал порхания грациозных серн, то Виньковецкая, то Штерн, то Муравьева глянет в душу, проникновенный в упор, не подходи ко мне, я трушу, отложим нежный разговор, лицеприятный и интимный, отложим гостья диалог, чтобы выпить за гостеприимный обетованный уголок сентябрьский день воскресный дача стол тамада он очень мил о двух крылах с ним дружит кляча что ж пожелаете зависть пряча чтоб тамадя или тамадяча среди заштатных тамадил он вам всех больше угодил ну вот это 96 год если предоставить еще возможности я с удовольствием точно хорошо Владимир спасибо большое да там будет я думаю возможность Пашенька ты очень похожа на маму да 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 это я тоже очень похожа просто вот я смотрю лицом Марина да ну вот спасибо за внимание кому-то передаю слово так вот к моему очень приятному удовольствию все что я сказал это неправда Иван Толстой давно здесь как выяснилось дело в том Иван извините что я вас не распознал вы были вот сейчас нормально да вы подождите вы у вас нет звука одну секунду что-то мигает мигает экран вот вы можете он мьют да 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 все вас слышно я извиняюсь вы были под именем Дел к тому же без лица и я поэтому не понял я проверял а потом а потом когда лицо появилось я уже понял ну в общем как бы там ни было Иван пожалуйста вот мы все внимание так сказать мы вас слушаем всех приветствую я был действительно с самого начала опоздал на 3 или 4 минуты из-за того что у нас страшная жара в Праге и транспорт практически не ходит полный колосс тут у чехов всегда так пойдет дождь то все они до ноября стоят в пробке случится жара у них плавятся рельсы или не знаю что мозги вот нет я был с самого начала но я себя отключил думая что будет лучше сигнал если видео отключаешь что как-то лучше слышно так что ну я все это время был тут и все все слушал все выступления и подтверждаю что обе Маринины дочки похожи на Марину прежде всего прической так и так и визу Марину в них и обаяние они унаследовали полностью это ужасно приятно в отличие от всех выступавших уже и может быть от тех кто еще будет говорить я совсем вот так вот зрительно физически не присутствовал в жизни Ефимовых и мы все время были как бы в противофазе но начиная с нашего общего любимого Ленинграда когда Ефимовы уехали мне там было не знаю 18 лет даже может быть меньше и хотя я тоже хотел эмигрировать и именно в тот же год в том же 77 но слава богу что я никуда не уехал потому что у меня не было ни профессии не законченного никакого заведения и совершенно непонятно что бы я делал на западе наверное пропал бы то есть вот тот криминальный путь от которого судьба удержала Игоря о котором упоминала Лена может быть он как раз ждал бы меня где-нибудь на нью-йоркских задворках или еще где-нибудь слава богу я остался как это не смешно произносить в советском союзе но зато что-то такое для себя понял обрел и уехал тогда когда уже стало 10 годами позже когда вообще в эмиграции появляется смысл так вот я совсем не зная Марину и Игоря в Ленинграде так и не узнал их в общем и за рубежом я только приезжал в Нью-Йорк наезжал туда а это ну не способствует такому-то близкому приятельству но в отличии кажется от всех сегодня здесь присутствующих я с Мариной был на постоянной радиосвязи точнее даже на аудиосвязи мы с Мариной дружили голосами и ушами а это совершенно иной опыт это иной экспириенс это такая чувственность которая которую начинаешь ценить когда у тебя накапливается такой радиоопыт и ты в наушниках обретаешь целый мир акустический невероятный переливающийся мир который мало чем можно заменить конечно кино еще наверное более дает еще более сильный эффект присутствия но звук это невероятно особенно когда ты чуть-чуть вжимаешь себе в уши наушники и слушаешь студию пристальнее чем это возможно там и стул немножко скрипнет и бумага шуршнет и что-нибудь и кольцо особенно у женщин кольцо ударит о деревянную часть студийного пюпитра и так далее и ты присутствуешь и вот это невероятно а Марину стоило слушать во все уши во все 25 если бы они были потому что Марина я Игоря совсем не знал поэтому о нем и не могу говорить только как читатель но это никому не интересно а вот Марину я знал как живого разговаривающего человека и это огромный совершенно опыт есть несколько человек в радиомире которые сделали меня не как радиочеловека а как человека вообще и Марина один из одна из вот таких фигур в моей жизни я начинал слушать ее еще на ленинградской кухне в 89 году вот примерно тогда когда ей позвонил гендлер и как мы услышали пригласил Марину пораженный ее голосом вот примерно тогда и я был этим голосом поражен как я вспоминаю что удивило меня больше всего в этом голосе приподнятость вот то чего советский человек лишен навсегда это как проклятие на нашей в наших широтах и в наших долготах ее приподнятость была воспитанным расположением к слушателю она не могла разговаривать так чтобы тебе было скучно нудно чтобы ты хотел бы убрать этот голос и вообще отключился бы на что-то ты слушал совершенно завороженно как она рассказывает казалось бы самые пустяки вот я связываю эту приподнятость ее голоса с очень глубокой вещью в ее личности это этичность Марина была самым этически привлекательным человеком из тех с кем я имел дело она не могла не оскорбить хотя в некоторые минуты я понимал что она могла быть очень жесткой очень принципиальной и могла запросто поставить на место человека но ни в одной радиопередаче этому конечно следов не было хотя тот металл который присутствовал при всех прочих всех прочих материалах которые изучают на сопромассе этот металл обещал и очень твердую позицию так вот этичность ее ее общая личностная этичность она приводила и к особому звуку ее голоса вот такой я делаю антинаучный вывод но мне кажется что это и было главным объяснением того как она звучала звучала она так что невозможно было перестать слушать ее передачи я переписывал их сперва на кассеты потом на какие-то другие носители которые тогда появлялись какие-то мини диски еще что-то потом на флешке и носил домой в семью и пока я был на работе мои жена дочка сын слушали радиопередачи Марины и я считаю что это одна из лучших школ жизни вообще Марина обладала и всеми прочими литературными данными и талантами для того чтобы вести радиопередачи и писать книги это ну наверное прежде всего чувство драматургии чувство драматургическое чувство материала у нее было чувство слова у нее было чувство фразы и у нее было чувство любой длины литературного отрывка вплоть до целого она так располагала вещи так их тасовала она так укладывала в этот шкаф в этот холодильник свои заготовки что помещалось абсолютно все и даже самая последняя бутылка белого вина которую нужно засунуть когда все уже распределено и последнее пирожное и фаршированное яйцо и все что угодно всему находилось место в этом холодильнике в этом шкафе такое ощущение что связь прорвалась да а вот сейчас меня слышно нормально да вот Наташа ага люди кивают а что делать тогда с Иваном я не знаю он он наверное догадается и как-то отключится включится или как гриш гриша ты тут может ты знаешь что делать наш компьютерный а гриша да эксперт а сейчас я гришу вижу сейчас одну минуточку а вот теперь я его не вижу наверное должен перезагрузиться что еще но вы можете сами его отключить и он войдет еще сам вот нет ну тут сейчас ревнув а как Виталий Хазанский может быть вы знаете что я не расслышал какая проблема проблема видите Иван завис он в Праге вот ему лучше всего перезагрузиться я не знаю что происходит вот вы можете нажать удалить интернетом нет я не могу а что Игорь посмотрите если вы на иконку кликните там три точки стоят на его иконку на его экран написать и внизу стоит удалить но если хотите я могу удалить надо ему первое написать чтобы он знал в чем дело потому что это кто сейчас говорил Евгений да да хорошо вот ему сообщение пошлите по имейлу или смс я сейчас ему может быть он перезагрузится но я понимаю я хочу у меня проблемы с интернетом понятно хорошо хорошо сейчас одну секунду я ему пошлю текст и он он там на связи так что я думаю все будет окей и мы перейдем дальше сейчас секунду подавиться пожалуйста может не дайте сообщение наверное не 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 сообразил что можно ну вот он пропал по-моему он отключился да но я послал ему текст сейчас одну минутку а где вот он его видно или нет он отключился а ну значит он понимает что делать ну подождем секунду он наверное подключится или дадим слово другому человеку я даже не знаю мы можем пожалуй наверное еще страшно если выступит Алла а потом Иван вернется и продолжит давайте так сделаем да я думаю трагедия не случится Алла пожалуйста тогда вы я тогда прошу вас unmute я ему послал письмо плюс он сам отключился так что он включится но мы дадим ему слово он закончит а вы можете unmute Алла да вот я сейчас там внизу есть справа а вот все вас слышно теперь да пожалуйста давайте тогда вы говорите а Ивана мы подождем Алла вам вы можете говорить нет не слышно Алла мы слышим вас вы можете говорить или вы меня не слышите Алла Дубровская ее тоже не слышно она говорит нет она не говорит а почему в чем дело вот она она Алла вы меня не слышите рот двигается ну да но это не речь кивните головой слышите или нет нас она слышит она ну как слышит она вот я ее вижу что-то непонятно она и она главное микрофон включила то есть у меня выглядит отключенным микрофон а у меня он выглядит включенным она включила его а в чем дело я не понимаю первая такая история странная нет у нее выключен микрофон так я дал ей слово у меня на экране наоборот написано что я могу ее только мьют потому что я уже он мьютит о теперь слышно да отлично да так это давно уже слышно можете сказать что-то или кивните теперь меня слышно хорошо где-то через год после смерти Игоря Марковича я стала писать о нем воспоминания чтобы воскресить его во всех известных мне ипостасях и конечно самым главным для меня было написать свои воспоминания с любовью и не случайно я послала их Евгению Берковичу всем искусств потому что я знала что посылаю это человеку который разделяет чувство любви и уважаю к этому автору знакомство с Игорем и Мариной состоялось в том самом домике в Инглвуде о котором уже здесь многие говорили а мне хочется снова вернуться туда потому что я очень любила бывать в этом доме а любила я в нем бывать потому что в нем царил дух родных ленинградских квартир с их особым уютом там были корешки знакомых книг на полках фотографии в перемешку с картинами на стенах и только в гостиной был камин американское дополнение к эмигрантскому интерьеру еще была прекрасная застекленная веранда с большим столом за которым часто собирались гости осталось добавить кухоньку с блюдцем для кошки на истертом линоленом полу и подвал царство под названием издательство Эрмитаж со стеллажами и свежим типографским запахом обитателей немного Игорь и Марина Ефимова с дочками Ленкой и Наташкой в употреблении суффикса в именах девочек нет ни тени фамильярности это скорее дань памяти но самое главное поляна или лужайка за домом огороженная кустами и деревьями от соседских глаз куда раз в год съезжались толпы литераторов здесь я и была представлена Игорю Марковичу летом девяносто второго года он был оживлен радостно и громко приветствовал прибывающих гостей раздавая объятия с поцелуями я немного оторопела от количества людей шума и праздничной приподнятости поговорить нам удалось только при прощании оставайтесь Ефимов цепко и трезво смотрел на меня поверх очков сдвинутых на кончик носа там не будет ничего хорошего поверьте мне это я как историк вам говорю оставайтесь имеется ввиду оставайтесь в Америке не думаю что именно его слова повлияли на мое решение остаться в Америке в тот вечер я даже не поняла что он имел ввиду в самом деле как это не будет ничего хорошего когда с исторической точки зрения будущее России виделось тогда вполне темистичным это 92 год и только позднее услышав его размышления об иррациональном терроре накрывающем страны через 20 лет после победных революций я поняла смысл предостережения разве нельзя сказать сейчас что некоторые основания для подобных опасений у него были то есть он ошибся буквально на 10 лет это произошло не через 20 лет как он говорил а через 30 лет но это произошло я очень часто вспоминаю вот это его слово эти его слова как он чувствовал как он понимал время историю что же касается иррационального террора то до него пока дело не дошло это я писала несколько лет назад у 22 года может стоить добавить слово пока то есть он оказался совершенным правительством с исторической точки зрения оказались мы были соседями в Ленинграде на карте города территории наших жизней располагались между таврическим и летними садами от улицы Чайковского где жили мы подать рукой до канала Грибоедова где жила семья Ефимовых но мы так и не встретились мы были соседями но нам не суждено было встретиться в Питере но город он для нас был ностальгически любимым в разлуке и не случайно Марина говорила здесь я на даче про свой дом в Инглвуде еще была родная ленинградская речь вот только в эмиграции я поняла насколько русская речь может быть различная так вот мы говорили на понятной нам ленинградской речи и они сразу стали людьми которых так не хватает сейчас знакомство я буду перескакивать чтобы уложиться во времени знакомство началось наше знакомство началось в девяносто первом году с приезда Марина и Игоря к Владимиру в Вассер и я попрошу если возможно показать эту фотографию которую я вот потому что я ее не умею показывать это общую да ведь? нет не общую там где вдвоем да 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 и Володя а где вдвоем да? вдвоем вот это вот как раз тот самый момент когда они сфотографировались в девяносто первом году когда Ефимовы приехали познакомиться с поэтом гандельсманом Вассер вообще-то издательство Эрмитаж стихов не печатает кажется это были чуть ли не первые слова Игоря Ефимова при знакомстве с поэтом но вас рекомендовал Иосиф подразумевался Бродский значит печатать будем это нет это другая это я знаю знаю в своих мемуарах написанных лет через двадцать после той встречи Ефимов неоднократно упомянет гандельсмана как своего любимого поэта вот она эта фотография но тогда уже далеком девяносто первом году первый сборник его стихов вышел в Эрмитаже небольшим тиражом и давно разошелся осталось несколько экземпляров вдобавок фотографии на память о встрече в Вассаре на ней два бородача стоящих рядом издатель и поэт где-то за год до смерти Игорь Маркович отдаст нам несколько фотографий снятых гораздо позднее но я люблю ту Вассаровскую с прорвавшимися откуда-то сверху бликами сентябрьского солнца какие они оба молодые и счастливые я бы сказала наша американская жизнь началась с Вассара куда шла электричка от Гранд-центра мимо замечательного места города Осенинг там жил писатель Джон Чивер чрезвычайно интересовавший писателя Игоря Ефимова и еще там находится знаменитая тюрьма Синг-Синг где Чивер вел литературный кружок для заключенных можно только представить каким материалом они его одарили стены тюрьмы Ефимову проникнуть не удалось но в своем романе обвиняемый он поместил туда на службу надзирателя Кормора помню рассказ Игоря Марковича о том как безуспешно покружив по улицам Осенинга в поисках дома Чиверов он решил спросить адрес книжном магазине уж там-то должны знать где жил писатель прославивший городок в этом месте рассказа следовал смешок и лукавый взгляд поверх очков вы себе не представляете как разъявился хозяин магазина я посмел спрашивать об отвратительном алкоголике и в придаче ко всему геям позорившим Осенинг каким-то неизвестным мне путем дом Чивера дальше цитата из из Клима из Ефимова окруженный вязами имевший посреди участка пруд с игрушечным домиком для уток фруктовый сад лук и живые изгороди истиса был найден и помещен навсегда в Бермудский треугольник любви Бермудский треугольник любви это книга эссе Ефимова в том же треугольнике расположились городишки Ньюарк откуда родом Филипп Род и Терри Таун где в молодости жил Селлинджер географическое расширение окрестности прозы Ефимова помогло мне да и не только мне узнать и понять Америку еще помню как обстоятельно и детально Игорь Маркович обговаривал истории жизни этой троицы мне казалось Ефимова волновала слава обрушившаяся на этих писателей он хотел досконально с педантичным упорством разобраться в ее причинах в запомнившихся мне монологах тех лет он любил проговаривать то над чем в то время работал мне слышались нотки мне слышалась нотка горечи непризнанного писателя не зря он писал Довлатову ваши ошеломительные успехи в издательствах и журналах познакомили меня с чувством которого я до сих пор не знал с завистью или поздравляю с включением энциклопедию хочется сказать как в анекдоте почему этого везде а я нигде в этих строчках полно самоиронии и все же мне кажется что покалывание зависти он испытывал еще до ошеломительных успехов Довлатова но это довольно простая человеческая реакция никогда не сопровождалась у него часто сопутствующим чувством злобы помните сестры зависти злоба одинаковы ваши приметы это я перефразирую строки Мандельштама сестры тяжесть и нежность одинаковы ваши приметы я не знаю злобствующего Ефимова он всегда относился с подкупающим дружелюбием ко мне и всем кого я знала но он не был и добреньким дяденькой заглаживающим острые полемические углы во избежание ссор и скандалов мне вспомнился вечер у одной литературной дамы пригласившей свой дом довольно разношерстную писательскую братью как водицы сели за стол выпили для начала поговорили о чем-то незначительном после нескольких ремочек с закусочкой речь зашла о только что вышедшей книге о Бабеле ожесточенный спор вспыхнул когда один из приглашенных поддерживаемый супругой начал предъявлять претензии Бабелю давшему следствие показания на близких людей другие выдержали а Бабель нет у сына расстрелянного врага народа эти слова вызвали бурную реакцию ни до ни после мне не пришлось видеть и слышать Ефимова таким ожесточенным о пытке о угрозе расправы с ближними о какого мужества стоил отказ от показаний на суде и заявления что они не были даны добровольно чуть не кричал он за столом замолчали мне стало неловко за себя за нас за подвыпившую пару обвинителей как всегда все остались при своих мнениях у меня претензий к Бабелю не было никогда все наши главные разговоры происходили за хлебосольным столом у Ефимова на стеклянной веранде того самого дома в Инглвуде заводились они после первых тостов и утоления пищевой ностальгии картошечка грибочки огурчики в этом доме мне однажды довелось присутствовать при священодействии писателя Ефимова на кухне в переднике с перекинутым через плечо полотенчиком он с большим знанием дела готовил уху из рыбы которые сам же не помню где наловил зато помню булькающую на медленном огне кастрюлю крышку с пробкой под дужкой ручки маленькая хитрость чтобы не обжечь пальцы крутящуюся под ногами кошку рыба уступала по размеру хемингуэйским марлинам была дико костлявой но уха из нее получилось прозрачной и ароматной он вообще любил готовить и делал это как и все за что брался основательно и неторопливо так же неторопливо поначалу завязывался разговор вот вы как историк скажите мне начинал Игорь Маркович лукаво посматривая в мою сторону дальше следовал вопрос на который я конечно же не могла ответить хотя бы потому что в то время мои знания полученные еще в СССР выветривались под напором шквала новой информации и обыкновенной усталости так что я мгновенно сдавалась даже не пытаясь ворошить память в поисках остатков каких-либо сведений довольно скоро стало понятно что вопросы он задавал для того чтобы начать свои рассуждения на волнующую его тему писать на которую собирался или уже начал ему важна была реакция слушателей будущих его читателей он много знал его исторические экскурсы были увлекательны в работе с источниками был основателен и дотошен как и во всем о диапазон интересов от дневников Льва Толстого и дуэли Пушкина до борьбы со страховыми компаниями и международным терроризмом много лет прошло с тех разговоров но я до сих пор помню его интонацию острота монолога зависела от количества принятых за обедом рюмок водки впрочем я никогда не видела Ефимова пьяным после достигнутого рассуждения хапогея следовал спад Игорь Маркович вдруг замолкал и вскоре исчезал наступал я не поняла это что ты прозвукала нет нет кто-то кто-то что-то запел вдруг извините это мой сынишка хорошо острота монолога зависит после достигнутого рассуждения хапогея следовал спад Игорь Маркович вдруг замолкал и вскоре исчезал наступало время после полуденного сна фауна с его отсутствием разговор за столом никогда не замолкал Марина была прекрасной рассказчице серьезные темы затихали проходило время смешно приходило время смешных историй и анекдотов я помню мы много и охотно смеялись в этом изумительном гостеприимстве была нота какой-то дружеской интимности взаимной симпатии и доброты тут я не сокращаю сокращаю хочу обязательно еще сказать его несколько горьких слов об американской академической среде вот эта фраза совершенно замечательная мне кажется я так устал скрывать свои мысли там что решил открыто говорить о том что думаю здесь наверное это не пошло ему на пользу и здесь конечно у него были надежды на преподавание в каком-либо университете особенно после издания метаполитики на английском языке но они не оправдались никакого отклика на книгу не последовало спрашивать об этой неудаче мне было неудобно ответ нашелся в его связи времен где он пишет мой способ мышления был так далек от господствующих в американской историографии течений что никакого резонанса не последовал с подачи друзей он читал какие-то курсы в различных университетах время от времени его устраивали разовые лекции для студентов но постоянного преподавательского места для него так и не нашлось не заладились отношения с американскими историками рассказы об их дискуссиях вызывали у меня скорее недоумение вот тебе и на они что боятся говорить о миллионных жертвах сталинизма да почему удивлялась я стремлению американцев снизить неполиткорректные цифры сгинувших в ГУЛАГе конкриста-то они читали кого могут задеть цифры отражающие реальную действительность представляю какой наивность увеяло от моих вопросов сейчас-то я понимаю что политкорректность воцарившаяся на американских академических кафедрах вполне равнозначна нашей советской цензуре и пробиться сквозь нее даже во имя торжества фактов практически невозможно и сейчас вот в этом году как-то особенно я вдруг вспомнила и все что он рассказывал об этих самых кафедрах да как это снова зазвучало если мы если говорить о студенческих волнениях да как это естественно и как он это понимал и видел уже тогда 20-30 лет назад то есть он актуален до сих пор очень так семейство Ефимовых оказалось в Америке на 15 лет раньше нас на наше мытарство по устройству они взирали с сочувствием и дружелюбием их быт казался мне размеренным и обеспеченным свой дом свое издательство у Марины была любимая работа на свободе правда ходили слухи о каких-то тамошних сокращениях и конечно она нервничала я не очень разбиралась в тонкостях издательского дела вернее не имела об этом ни малейшего представления пока однажды Игорь Маркович не посетовал на дела Эрмитажа доходы которого сильно подкосило отмена цензуры на родине там принялись печатать запрещенных авторов маленькому издательству в Инглвуде конкуренции с издательством России была не по силу тогда же я узнала его историю разрыва с Ардисом и Проферу он очень подробно описал это в связи времен я бы никогда в жизни вообще не касалась бы этой темы если бы не прочитала совершенно поганую статью московского редактора очень такого известного журнала где поганая потому что ну ладно бог с ним я все думала откуда в Москве известно вот что там происходило вот в том ключе к которому была написана эта поганая статья и действительно Элендея в то время она так сказать гастролировала со своими мемуарами о Бродском сама она никогда не упоминала этой истории но видимо человек который ее сопровождал услышал это и написал просто по-моему паскви на Ефимова поэтому я хочу об этом поговорить меньше всего мне хочется принимать чью-либо сторону но Проферы меня скорее удивили они познакомились ну как вот Наташа рассказывала они познакомились с Ефимовыми еще в Ленинграде знали что Игорь член союза писателей фигура известная в литературных кругах были в курсе пробудившегося к нему интереса КГБ грозящего арестом в случае их отъезда из страны Карл благородно предложил помощь с работы обещав место в своем ардисе все прекрасно но не наивностью ли или скорее непониманием было ожидание вечной благодарности за место подмастерья на подхвате данное писателю историку и философу конечно через два года Ефимову захотелось сделать что-то помимо упаковки чужих книг и доставки их на почту в памяти остался его короткий но исчерпывающий ответ на мой вопрос о причинах разрыва знаете я был шокирован когда увидел в каком состоянии у них лежали рукописи переданные оттуда с таким страшным риском риск действительно был велик на передачу текстов там из дат можно было поплатиться исключениями астракизмом и арестом для обещанных авторам публикаций мощности ардиса не хватало но и делиться рукописями проферы не хотели что-то очень понятно да в конце концов все как-то утряслось все продолжили заниматься своим делом а дело было ответственное и кропотливое так что через много лет после этой истории и у авторов и у читателей не осталось ничего кроме благодарности обоим издательствам а я могу только изумиться за палу энергии оптимизма с которыми новоиспеченные предприниматели принялись за дело теперь в обмен за независимость от проферов они превратились в бухгалтеров фотографов корректоров электриков упаковщиков рекламных агентов наборщиков переводчиков и даже адвокатов добавок ко всему Игорь вел обширную переписку с авторами Мария написала рецензии и набирала тексты книг в их семье были еще две девочки и две старухи требующие немалого внимания и как у них хватало на все это времени он узнурительно много трудился редакторская работа чтение изучение колоссального количества источников наверное это было возможно только при размеренном и неизменном ходе его жизни при всей этой размеренности писателя Ефимова глубоко интересовал человек покруженный в пучину страстей он и сам писал у меня в душе нет признаю это завистью некоторым почтением бурных страстей и мне приходится подолгу высматривать и выведывать их в других людях это высматривание подпитывало замысла не только его романов но и исторических опусов когда же успевал работать для себя писатель Ефимов в конце концов для чего же он оказался в Америке получив долгожданную возможность не участвовать в том что было ему глубоко чуждо это его цитата существует мнение что уехав Ефимов больше потерял чем приобрел для своего творчества несколько романов Ефимова были переведены на английский язык но бестселлерами не стали он не вошел в круг американской литературной элиты не смог напечататься в Нью-Йоркере одном из самых престижных журналов Америки впрочем это удавалось далеко не всем даже американским авторам обидно было и невнимание коллег по писательскому цеху во взоре русско-эмигрантской литературы написанной Петром Вайле в начале 90-х Ефимов не упомянут совсем ни как писатель ни как издатель это при том что Эрмитаж печатал Вайле неоднократно к месту или нет в памяти всплыла фраза оброненная когда-то Игорем Марковичем вы только подумайте кого издает американцы и он назвал имена двух людей вполне определенной репутацией в эмиграции на родине в годы перестройки все романы Ефимова были изданы многотысячными тиражами и нашли дорогу к читателю в Германии у него появился свой редактор Евгений Беркович большой ценитель его творчества с готовностью публиковал в интернет портале «Сем искусств» Ефимовскую эссиистику и исторические очерки о книге Беркович издал четыре книги за последний год жизни Игоря Марковича и получил рукопись пятой «Какой кошмар! умер Игорь Ефимов работает до последнего дня даруется праведникам светлая память!» написал он и добавил что ему будет не хватать радости от появления на свет новых произведений Ефимова «Неудачи с американскими издателями нисколько не поколебали веру писателя Ефимова свое дело «Я не представляю его сметенным сомневающим говорящим есть в моих писаниях какая-то усредненная привлекательность» это цитата Довлатова «Он не был пессимистом склонным к длительным рефлексиям новые мысли и планы всегда захватывали его воображение понимаете Алла я счастливый человек неоднократно говорил он мне и глядя на него я в это верила он мне уже не припомнит всех историй но совершенно необходимо писать о гостеприимстве Ефимовых и упомянуть обязательно ежегодные тусовки и вот сейчас пожалуйста покажите вот эту вот фотографию совершенно изумительную все бугомараки бумагомараки как он называл любовно своих писателей собирающихся у него на поляне на зов да вот мы все здесь иных уж нет а те далече но все-таки все узнаваемы и все любимы как я благодарна вообще за фотографию сделанных Марку Копелеву тоже уже покойному как не ставить сюда фразу одного из гостей давно уже не был в компании где слышишь только Бабель Цветаева Чехов и ни разу проценты закладная налоги это это продолжение наших русских разговоров начатых много лет назад в ленинградских коммуналках я думаю что вы можете узнать многих вообще на этой фотографии она очень хорошая хорошо было там на той поляне помню как преображалась среди друзей Марина она молодела становилась давнишней ленинградской хохочущей прекрасной переезд Ефимовых в Пенсильванию изменил ритуал нашей встречи к сожалению мы там бывали не часто я пропущу чтобы не терять времени сейчас я жалею о том что выбиралась туда всего несколько раз это было далеко но я напишу что сейчас прочитаю вернее жизнь продолжилась но с озера Вайона стали долетать тревожные строчки у нас все хорошо если не считать что мне теперь все больше хочется лежать чем даже сидеть видимо батарейки не успевают подзарядиться за ночь обнимаю вас и всячески одобряю и ободряю и е потом помню фразу сказанную по телефону я приготовил вам кое-что из книг и фотографий приезжайте когда сможете голос гулки и чуть слышный нет привычной интонации надо было ехать он с трудом спустился с лестницы чтобы поприветствовать нас видеть немощного Игоря Ефимова было тяжело скрыть потрясение не удалось видимо что-то заметно дрогнуло в наших лицах помогла Марина совершенно седая тоже постаревшая но милая и оживленно радостная как всегда разговор перескочил на разросшийся сад видневшийся в окнах гостиной набросились с вопросами как же она справилась с каменистой бесплодной землей на которой стоял дом пока она рассказывала я думала о том что мне хочется продлить время нашей встречи сохранить память любви и близости к этим людям из гостиной перешли в кабинет уставленный книжными шкафами снова знакомые фотографии на стенах уже можно сказать тут вся их жизнь вот большой портрет Игоря Ефимова лучших времен наверное перед отъездом а Игорь ты был такой красавец не удержалась я и тут же смутилась от своей бестактности но было видно что он доволен этой вырвавшейся фразой оживились глаза над сбинутыми на нос очками вот вся семья перед домом в Англвуде вот внуки а вот и наши групповые фотографии в тех самых встреч на поляне сколько возвращенной памяти Игорь достает свои книги отложенные для нас надписывает рука его плохо слушается тут же приготовленный конверт с глянцевыми фотографиями на которых мы с ним давнишним он придумал он продумал заранее это прощание значит пора перейти к накрытому столу гостиной и снова огурчики грибочки водочка даже выпил с нами но немного я не помню о чем мы говорили в тот последний раз казалось главным было избежать пафоса прощания придать встрече обыденный вид как будто впереди еще много таких же правда было на этот раз что-то отличающее от всех других завел таки разговоры здоровья но быстро перевел на нелюбимую американскую медицину да и на всех ничего не понимающих докторов и еще остался с нами после обеда изменив привычки покидать гостей для полуденного сна наверное тоже хотел побыть с нами подольше но время как всегда никому не подвластно и момент прощания настал в бестолковой самотохе мы торопливо обнились на какое-то мгновение он отстранился и взглянул на меня взгляд был внимательный и спокойный прощальный подарок через год после нашей встречи по электронной почте пришло письмо от Лены о кончине Игоря Ефимова так спокойно и достойно встречали смерть римские стойки все спасибо большое Алла это очень трогательно спасибо удалось Ивану Толстому к счастью вернуться и тогда с вашего позволения а Иван пожалуйста сейчас секунду меня слышно да вас слышно да прошу прощения не знаю за что это произошло само и я абсолютно не помню на чем на чем собственно это оборвалось я молодец что вы нашли в себе силу воли и умение вернуться так что все нормально это оборвалось сказал что глубокая перезагрузка компьютера полная вот она только все и вернула я справа подключился через телефон но он давал только звук и больше ничего то есть я слышал а меня уже не было ну вот теперь меня слышно но честно говоря я хочу у почтенной публики попросить прощения потому что я совершенно не знаю что собственно сказать мне показалось что самое главное что я хотел сказать я я произнес если если я могу что-то добавить я бы добавил но я немножко упустил нить я просто не помню на чем это все оборвалось ну ладно наверное принеси мне воды пожалуйста хорошо давайте я лучше послушаю людей которые знали Марину и Игоря близко и хорошо а вот так ну ну если что-то мне захочется добавить да 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 конечно потому что не будет отключен так что вы хорошо спасибо большое вы только мне микрофон отключите чтобы я тут не окей следующий тогда если после Аллы так следующий это вообще-то я я тогда с вашего позволения тоже пару слов скажу мое знакомство с Ефимовым сначала с Игорем Марковичем а потом в скором времени с двумя было началось вернее наверное лет 15-му назад и это ну и потом очень ну достаточно плотко скажем так мы общались это были незабываемые встречи разговоры переписка я писал потом статьи о нем о его книге как минимум одной то есть там много чего рассказать но поскольку времени как бы не так много я с вашего позволения сделаю лишь небольшую вещь я кое-что прочитаю вернее я покажу какие-то фотографии и прочитаю какие-то выдержки из своих собственных текстов которые были опубликованы о нем кстати на том же портале Евгения Аберковича вот ну хорошо вот эту фразу я наверное вот сейчас вот эту фразу да вот эту фразу вот вот здесь я бы наверное прочитал вот эту фразу поскольку спасибо вот что мне понравилось больше всего вернее как я попытался обобщить что сделал Игорь Маркович в как бы это сказать в той то ли это наука то ли это среднее между наукой и литературой у него ведь много текстов которые трудно характеризовать очень строго они очень так и научные и ненаучные так сказать его главный вклад наверное по большому счету это то что он вел вот понятие изложения истории страсть вот у него это по сути говоря самое главное на мой взгляд и по-моему не только я так чувствую и вот у него через это то есть он историю описывал как такую бурю страстей или пучину страстей как говорил в свое время Николай Олейников он водил такие категории которые трудно определимы но о многом говорят допустим дальнозоркие и близорукие люди занятые вещами и занятыми идеями люди высоковольтные и низковольтные вот если строго попытаться определять эти понятия это довольно сложно будет сделать но это было и это очень действенные вещи и это достойно развития и это помогает понять очень многие события у него была изумительная память изумительная эрудиция и он демонстрировал свои как бы сказать концепции на большом количестве исторических примеров причем либо через романы потому что его романы были так сказать очень часто на конкретных исторических событиях построены или или непосредственно прямым текстом в его таких вот социопсихологических книгах вот например вот эти три главные человеческие жажды вот на экране самоутверждение сплочения бессмертия вот он рассматривал вот эти три так называемые жажды как нечто что оправдывает войны вот он считал что скрытным образом люди когда идут на войну это было до войны все как вы понимаете последние настоящие войны что вот они удовлетворяются вот эти вот самоутверждение сплочения бессмертия я поневоль вспоминал об этом когда вот эта вот война реально началась с Украиной ну и у меня тут много всяких мыслей возникло прав он или не прав но во всяком случае вот эти три категории я предлагаю самим задуматься и ответить на этот вопрос кто испытывал это все может быть украинцы и испытывали а насчет нападающей страны я очень сомневаюсь что они это испытывали хотя сплочение наверное да в какой-то степени я не знаю последний раз мы разговаривали с ним 8 августа а 12 его не стало и вот я тут в конце пишу в свой последний день рождения Игорь Маркович спокойным хотя несколько ослабевшим голосом объяснял объяснял мне природу американских уличных буйств которые как вы знаете как раз в 20-м году и состоялись опять дальнозорки ни черта не поняли заранее а близорукие думают что они чего-то получат то есть в этом смысле его теория как бы сказать оправдалась и что еще я хотел бы показать это 2-3 фотографии и один небольшой текст это вот встреча которая была в 12-м году там там где вот Игорь и Марина жили и вот это вот примерно тогда же мы с ним я почему-то фотографию дал потому что здесь очень хорошо показан интерьер их дома замечательными картинами на стенах с книгами и так далее вот это вот мы находимся со Славой Бродский который скоро выступит с Игорем и Мариной на берегу озера это уже дома у самого Славы Бродского а вот замечательный снимок он мне очень нравится Игорь и Марины тоже примерно в те годы очень мягкий и хороший снимок вот это был один из последних лет когда Игорь Маркович мог рулить сам вот он приехал туда насколько я помню да вот потом как-то ему уже тяжело это было так я тогда вот этот экран снимаю но я сейчас хочу прочитать один небольшой фрагмент из из своей статьи одной которая сейчас секунду вот 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 я все время давно в 12-м году написал статью замечательного такого художника русского Шульженко и там это была первая моя серьезная встреча с Ефимовым я сделал такую большую цитату из его очень интересной книги «Седьмая жена» это вот эта цитата значит она мне все время в голову приходит в последнее время он там говорит от имени некоего секретаря там псковского обкома партии и вот вот что этот псковский так сказать чиновник говорит некоему случайно попавшему его края американцу он ему пытается объяснить сущность русского народа и вот он говорит следующее ты вот Гаврилович конечно думаешь что русский народ беден что в магазинах пусто что дороги в ухабах что земля бескрайняя а на всем пространстве от Ленинграда до Пскова нету места культурно посрать путешествующему человеку но есть у нас одно бесценное сокровище одно богатство которое вы иностранцы не понимаете и не цените а мы ни на какие другие блага не применяем сокровище это невиноватость народ наш может прожить без хлеба и молока без одежды и крыши над головой но только не без этого главного сокровища ибо народ у нас очень совестливый и в виноватости жить не может это и по всей нашей истории видно при царе жвели так и сяк то густо то пусто но невиновность у народа всегда была ежели случалось что плохое министры и жандармы обвиняли смутьянов смутьяна обвиняли министров и жандармов а матерый человечество Лев Толстой еще и попам задавал перцу но на народ никто не смел замахнуться а как раскололось все покатилось рассыпалась царская власть за кем народ пошел опять же за теми кто вернул ему невиновность кто сказал что грабил ты золотой человек у тебя же награблено и поджигал ты не дома с детками и стариками а гнезда врагов рода человеческого а за что ты думаешь народ так полюбил самого невиноватого вождя всех временных народов почему так плакал на его похоронах он никогда не оставлял народ его главной нужде всегда находил ему врагов супостатов виновных во всех наших бедах сначала это были классово чуждые недобитки потом кулатки и подкулачники упускают опять же главный смягчающий момент что в расход пускали почти всегда невиноватых так что всякий человек даже идя в подвал на ликвидацию мог сократить сохранить до последнего момента свое главное счастье сознавать свою невиновность а виноватых казнить вот это уже была бы последняя жестокость дальше он продолжает про евреев у нас в народе много глупостей говорят и что воевать они не любят и что им бы только торговать да наживаться что они всегда пролезут на тепленькое да на готовенькое все вранье не забывайте это говорит второй секретарь обкома партии не найдете их в наших верхних эшелонах нигде грузины в этом смысле куда прыгч двое из них всей страной сколько лет управляли но не держит наш народ обиды на грузин а на евреев держит почему да все потому же потому что чувствует наш народ но тромчивает что еврейская нация невиноватость не ценит не понимает и даже где-то в грош не ставит это у них с детства уже так заведено чтобы детей ни за что не бить а воздействовать виноватостью и по библии выходит что их святые пророки не только на правители но и на весь народ голос поднимали погрязливо говорят в грехе не будет вам от бога прощения и вот эта фраза вот это так сказать то что то что вот я сейчас прочитал вот мне 10 раз вспомнилось во время вот этой последней войны мне показалось он абсолютно как воду глядел вот когда я смотрю на то что сейчас творится вот эта идея которую Эфимов блестяще на мой взгляд изложил вот в этом фрагменте что вот не виноват мы то при чем совсем недавно на днях когда Курская вот это вот случилось и когда обращались женщины Курские говорят Владимир Владимирович так спасите нас за что же такое да мы же сыновей на СВО отправляем да мы же всей душой а нас то за что это я думаю боже мой так вот он абсолютно точно угадал то есть не надо вот так сказать ничего это был совершенно замечательный человек Марина была совершенно очаровательная и замечательная женщина то есть у меня все в душе оборвалось в свое время когда я услышал и особенно я был поражен когда Марина понимаете Игорь Маркович угасал заметно это было видно он шел а Марина была бодрая здоровая и вдруг такая новость через месяцев 6 после смерти Игоря я был просто в шок это была ужасная такая новость я только собирался между прочим в Бостон к ней приехать и надо же такое случилось хорошо значит я тогда на этом заканчиваю а следующий у нас тогда Слава Бродский да Слава сейчас я нахожу тебя да Слава пожалуйста Слава добрый день всем ну безусловно Игорь Ефимов был и выдающимся писателем и известным издателем и вдумчивым мыслителем и об этом здесь говорилось уже но мне хочется сказать о чем-то другом о том какие бытовые что ли картинки всплывают в моей памяти когда я вспоминаю Игоря и Марину ну наверное не все могут сказать что вспоминают Игоря Ефимов каждый день а вот я могу такое сказать и вот почему я как-то подсмотрел что Игорь когда садился в машину и пристегивал ремень безопасности он такую штучку зажимку вставлял чтобы ремень не не зажимал ему грудь и мне это очень понравилось и я тоже с тех пор стал вставлять такую прищепочку чтобы она не сжимала грудь и теперь каждый божий день когда я сажусь в машину и вот надеваю эту прищепочку я каждый день иногда мысли а иногда вслух говорю спасибо Игорь мы познакомились с Игорем заочно в 2002 году я тогда пытался найти место для издания своей книги и поэтому обратился к нему а потом через уже наверное лет 10 мы познакомились состоялось как бы очное наше знакомство Игорь Мандель пригласил Игоря Ефимова к нам в клуб наш литературный Милбургский литературный клуб сейчас клуба уже 20 лет а тогда мы были так сказать первым его десятилетия и вот Игорь вот кстати как он ответил на это приглашение он написал читаю буквально его имейл принять участие в заседании клуба в доме у Слава Бродского мне было бы непросто три часа езды даются уже не так легко как когда-то но во мне живет сильный пропагандист просветительский дух и есть две мои книги с идеями которых хочется ознакомить как можно больше современников стыдно тайна неравенства это то что было издано в 99 году и грядущая атила это восьмого года книжка и вот начиная с этого момента Игорь и Марина присоединились к Милбургскому клубу стали активно участвовать в его работе Игорь выступал на заседаниях публиковался в ежегодниках клуба Марина тоже участвовала в заседаниях и в выпуске сборника 2013 года были напечатаны отрывки из ее повести о которой здесь много говорили через не могу опубликованы ранее в их с Игорем издательстве Эрмитаж повесть Марина это воспоминания ее бабушки и пережитых годах облакадного Ленинграда это единственная публикация Марина в нашем сборнике в сборнике нашего клуба я когда-то с ней говорил о еще каких-то публикациях о ее воспоминаниях но она изменялась говорила что у нее есть обязательства перед перед свободой и в общем так у нас больше ничего у нее опубликовано в нашем сборнике не было Марина говорила о себе что она журналист редактор и переводчик но я думаю что только одна ее повесть через не могу которую я бы смело отнес к разряду литературных шедевров вставит ее в ряд замечательных литераторов современности мне так вот кажется об Игоре ну у нас с Игорем были общие увлечения кроме литературы мы оба любили играть в бридж он серьезно этим увлекался ну не так серьезно может быть как я у него не было времени на это но все-таки достаточно серьезно и мы оба мы оба любили порыбачить а так получилось что наш дом в Пенсильвании оказался на обозримом расстоянии от дома Эфимовых в Пенсильвании и мы стали гостить друг у друга летом чаще они приезжали к нам в Голлсборо Игорь обычно садился вот кстати Игорь а ты не можешь показать вот эту фотографию которую ты только что показывал где мы там все стоим это как раз то самое место где Игорь любил порыбачить пусть она повисит немножко хорошо минуточку а что а что происходит а вот вот это вот это да обе кстати они на одном и том же месте сняты да вот вот именно на этом месте Игорь садился порыбачить и и и когда он там сидел мы обычно с моей женой Наташей гуляли с Марины по окрестным паркам но Марина была конечно светлым человеком я прошу прощения за банальные такие избитые слова но вот когда я смотрел мне казалось что от нее исходило просто какое-то сияние вот вот так мне казалось и вот мы значит гуляли с Мариной по паркам потом возвращались и проверяли улов Игоря и вот на этом самом месте Игорь он кстати был как кто-то отметил сегодня очень обстоятельным во всем ну и в рыбацком деле он тоже был обстоятельным он привозил с собой там удочки снасти крючки червячки и обязательно раскладной свой раскладной стульчик я ему там давал какой-то мой нет он нет он брал свой раскладной стульчик устраивался удобно вот прямо вот на этом месте где вы видите на фотографии которые вы смотрите это такой небольшой у нас полуостров и пару часов рыбачил но улов у него всегда был превосходный конечно кстати он он любил так сказать готовить всякие кушания из этой рыбы они тоже были всегда очень замечательные и вот как-то уже позднее когда я в очередной раз позвал их с Мариной приехать к нам отдохнуть прибачить он сказал мне со вздохом нет слава не сможем прыть уже не та вот так это буквально как он мне сказал ну я помню очень огорчился услышал от него такие слова и мы решили поехать к ним тогда это был в сущности последний раз когда мы виделись с Игорем и Мариной Игорь меня в то время жаловался с горечью что в литературных кругах даже среди людей непосторонних ему он не чувствует того отношения к себе как к писателю которого он вправе мог бы ожидать это мои слова он как-то говорил все это по-другому в какой-то каталог или перечень он не был включен где-то его имя не было упомянуто и он говорил мне что это непростая небрежность и чувствовалось что он жил вот с такой может быть не очень не очень большой но все-таки раны в душе ну вот наверное все может быть еще раз Игорь покажешь вот тут фотографию Игоря и Марины да вот это замечательно мне кажется фотография просто какая-то светлая я очень люблю фотографию очень приятно ну и наверное у меня все спасибо спасибо слава хорошо тогда Евгений пожалуйста Евгений Беркович спасибо большое ну после всего сказанного я представляю как слушатели уже устали и мне кажется будет лучше речь сопровождать картинками вот я поэтому предлагаю вам посмотреть и послушать короткую презентацию где я собрал несколько фактов вот связанных с нашим знакомством и с нашим сотрудничеством вообще я считаю что Игорь Маркович пошел в историю русской культуры как многогранный мыслитель он писатель философ публицист издатель основатель издательства Эрмитаж с нашими журналами Игорь Маркович начал сотрудничать с 2008 года то есть 16 лет это продолжалось и вначале мы узнали его одну грань его таланта таланта публициста вот первая статья его была грядущая Атила как раз о настоящем и будущем прошлое настоящее будущее международного терроризма эта статья была 2008 года тогда журнала 7 искусств еще не было это был журнал заметки по еврейской истории и он показал себя очень разносторонним человеком вот например его интересовала проблема непонятных аварий которые случаются с самолетами и Ефимов выдвинул смелую идею причина большинства крушения это лед который образуется внутри компрессора недаром до начала литературной карьеры он занимал пост начальника испытательного стенда газовых турбин в центральном котлотурбинном институте в Ленинграде он был очень увлечен этой идеей и хотел донести ее до общественности чтобы уменьшить число жертв когда в 2009 году появился журнал 7 искусств Игорь Маркович стал его постоянным автором вот первая его статья там появилась в 2010 году то есть на следующий буквально через несколько месяцев после начала работы журнала а всего он опубликовал в этом журнале 76 статей разных жанров среди них например пьеса Ясная Поляна экранизации долгой семейной жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны статьи разные по жанру и по тематике очень наглядно показывает многогранность его таланта и вот упомянутая сегодня будущее собрание сочинений как раз в нашем журнале журнал газета мастерская он опубликовал такую заметку называется долой скромность нет называется свободно скачать свободно он там писал долой скромность долой стыд за саморекламу раз историческая буря прервала нормальное плавание моего корабля я имею право послать письмо в бутылки будущим русским издателям которые найдут способы недорогого выпуска малотиражных собраний для коллекционеров а пока пусть этот проект послужит пособием для собирателей электронных книг которым случилось заторчать на произведениях Игоря Ефимова он же Андрей Московит и Адам Кузнецов этот список есть в нашем журнале мастерская это 2017 год но даже он тогда не предполагал что многое из его планов для будущих издателей реализуется еще при его жизни последние свои два года он посвятил подготовке к изданию новых книг которые мы оперативно выпускали в свет вот на этой одной из последних его фотографий которые он очень дорожил отображены его основные опубликованные работы на этой книжной полке а в правом углу стоят четыре изданные нами книги пятая вышла уже после его ухода и это результат напряженнейшей работы одного года вот только представить себе писателя который в течение одного года подготовил к изданию фактически пять своих книг и к счастью четыре он увидел изданными это была книга феномен войны это американский декамерон это пять фараонов двадцатого века и глобус души а вот пятая книга была подготовлена вот почти до конца им но он ее не увидел я сейчас прочитаю отрывок из его письма тоже одного из последних писем но не потому что я там упоминаюсь а потому что эта запись характеризует состояние души Игоря Марковича и вот он мне написал нет не было в истории философии автора которому бы судьба напоследок еще при жизни послала такого издателя как Беркович получить за один год четыре новые книги и обещание выпустить пятую таких удач история литературы просто не знала мне хочется видеть в вашем появлении в моей жизни знак намек что мои писания там наверху одобрены а дальше он пишет совершенно вот в рабочем стиле обложка получилась очень привлекательная и даже с оттенком таинственности спасибо художнику шерифт ясный даже мои глаза справляются с ним без труда читаю текст в разных местах пока не нашел ни одной ошибки приступаю к рассылке рекламы надеюсь здоровье позволит мне довести рукопись властителей в обещанный срок сердечно и благодарно приветствую вас как он обычно подписывал и е письмо это было 22 июля 20 года ну и наконец вот последнее 7 августа и сотен писем которые мы обменялись приведу это последнее дорогой евгений возникли идеи обложки передний задний посылаю для ознакомления работа над указателем движется своим ходом виден свет в конце туннеля обнимаю после дезинфекции и е я напомню что это время ковиды было а через 5 дней 12 августа 20 года Игорь Маркович завершил земную жизнь за 5 дней до кончины интенсивно работать над указателем для своей книги про такое говорят это смерть праведника и Марина Михайловна была ему совершенно подстать вот письмо которое я получил уже примерно через полгода 22 марта 2021 года дорогой Евгений в Пире устраивает 25 марта не знаю почему именно в марте вечер памяти Игоря хотят включить в программу отрывки из наших виртуальных поминок я собираюсь послать им несколько выступлений включая ваше если вы не против дайте мне пожалуйста знать и напишите как вас официально представить мы уже отправили в Бременский университет и там уже получили последнюю часть Игорева архива я рада что хотя бы этот долг перед ним выполнила всего доброго с уважением и глубокой благодарностью Марина Ефимова это 22 марта 21 года а 26 апреля не стало и ее через месяц и 4 дня истинно это семья праведников клад Игоря Ефимова в русскую культуру мне кажется еще до конца не осоздан он выступал и в роли издателя просветителя крупного философа значение его работы еще предстоит по достоинству оценить и я рад что хотя бы в небольшой мере помог ему до конца реализовать себя и пережить радость автора который держит в руках свои книги вот эта фотография где он держит книги изданные нами обошла много газет и там стараются как бы эти сами книги не показывать но я считаю что его радость от издания этих книг ну оправдывает все усилия спасибо вам за внимание да спасибо большое совершенно замечательное выступление я даже не думал что вы за такое короткое время сумеете подготовить такой прекрасный доклад спасибо Игорь Евгений хорошо ну что вот у нас выступающие закончились я всем чрезвычайно признателен за это и я так понимаю что у нас есть сейчас секунду что у нас есть вопросы сейчас вопросы у нас есть первый да вот так первый был Ефим правильно Ефим пожалуйста вопросы наверное будут дорисовываться кому-то из выступающих или всем из них давайте Ефим ваши вопросы я включил окей меня слышно да 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 хорошо большое спасибо значит у меня на самом деле не вопрос а если можно я бы хотел по-быстрому рассказать о моем странном знакомстве с семьей Ефимовых я не записывался заранее я вообще не ожидал что я буду здесь я думал что я буду в это время кататься по Гарден Стейт Парквэю но по счастью удалось вовремя добраться до купа земли саммит Нью-Джорси и that's where I am right now а если можно тогда я по-быстрому скажу о моем довольно долгом знакомстве с семьей Ефимовых не очень хорошо хорошо оно растянулось мой рассказ будет гораздо короче но знакомство растянулось на 54 года а может быть и дольше три года назад в августе я получил приглашение быть фейсбук френдом от Саши Московит которую я не знал и никогда ничего не слыхал я посмотрел и у нас оказался общий друг Сергей Язвинский а это мой гораздо старший двоюродный брат Сергей Язвинский решил что лицедеи всех стран должны соединяться и поэтому предложил Саше войти в контакт со мной на фейсбук и вот так вот случилось знакомство и от нее я знал еще и другое что когда-то очень давно в конце 60 начиная в конце 60 годов Игорь с компанией снимал хибару Токсово чтобы оказаться на лыжах в этой хибаре среди пайщиков был и мой гораздо старший на полупоколение двоюродный брат Сергей Язвинский и на правах родственника я к этой компании присоединился также в качестве пайщика я могу подтвердить то что сказал Слава Бродский что Игорь Ефимов действительно очень серьезно занимался бриджем потому что в этой компании супермена старше меня и с иностранными лыжами они садились на нижних нарах и писали полю до трех часов утра в то время как Бэйби младший брат на верхних нарах пытался заснуть это время для меня они были все супермены с ограниченными лыжами среди них был Игорь Ефимов я не могу сказать что я тогда помню с тех пор его имя но несколько дней назад Саша то бишь Елена поместила на фейсбук перевод кусочка повести Игоря Ефимова под названием Я хочу в Сиверскую я вспомнил что когда-то в 60-е годы часто слушали передачи по радио чаще гораздо чем по телевизору которого у нас кстати не было была такая передача которую довольно часто передавали Я хочу в Сиверскую там было как набат Я хочу в Сиверскую Я хочу в Сиверскую Я хочу в Сиверскую и вот это вот оказалось это оказалось что это повесть как раз Игоря Ефимова которую я запомнил и наконец самое последнее я стал читать отрывки мемуаров Марины на сайте радио Либерти в том числе и Питерский где она пишет в частности о том как она вспоминает очень тепло свою квартиру с буржуазным уютом где она росла маленькой девочкой для контраста она цитирует моего как раз старшего брата Сергея Язвинского в квартире которого не было совершенно никакого буржуазного уюта но он тем не менее сохранил в ней тоже теплое чувство это заставило меня вспомнить мою квартиру но об этом я сейчас рассказывать не буду так что 54 года очень странным образом а может быть даже больше и вот теперь я по лицедейским делам сейчас в саммите Нью-Джерси где у нас будет спектакль в этой неделе в следующей приятно видеть я так понимаю что вот здесь Саша это и есть Елена приятно видеть наконец лицом к лицу а не только картинку картинки фотографии на фейсбук все большое спасибо спасибо большое да Сергей и Наташа да и Наташа да во-первых всем добрый день ужасно приятная компания как обычно в это лето вообще у нас было много чудесных собраний и самое лучшее на мой взгляд было у Славы Бродского которая 9 июня в начале лета устроила себе в Милбурне сбор колоссальной компанией как мы собирались гадать и на этом сборе когда все расходились он дарил книги в горах книг была и он Игорь Ефимов вот как раз эти две книжки замечательные архивы страшного суда и седьмая жена мы с Сережей выбрали не ожидая какими они замечательными окажутся окажутся а седьмой жене было написано Иосифом Бродским седьмая жена абсолютно блистательный плутовской роман с чем я совершенно согласна конечно а Игорь Гордин об архивах страшного суда тоже писал я хочу сказать что кроме издательств где печатались автора о которых сегодня шла речь есть великолепная издательств у меня целая полка книжная этих сборников Милбурнский клуб у Славы Бродс и на обложке я всегда гордилась тем что я не только рядом со Славой но рядом с Мариной и рядом с Игорем такая публика там собиралась и это вообще чудеснейший период нашей жизни здесь в Америке ну и все я много чего могу сказать но хочу выразить огромное благодарность и симпатию Славе Бродскому и всем присутствующим большинство из которых бывали на этих вечерах я могу маленький кусочек прочитать крошечный Игорь Ефимов печатался в этих сборниках например в Лос-Анджелесе открылась конференция русских писателей в эмиграции в эмиграции Довлатов впоследствии забавно описал происходящее в повести Килиал имена участников спрятал за прозрачными псевдонимами Владимир Максимов Бышаку Андрей Синявский Беляков Виктор Некрасов Панайев Наук Коржавин Кавридин и только Эдишко Лимонов так и остался Эдишко Лимон каждому участнику было предоставлено семь минут но вступила очередь Кавридин ну кстати сказать Коржавин мы 16 лет жили в Бостоне и хорошо его знаем замечательно но здесь его Кавридином называют свою речь он посвятил творчеству Эдика Лимонова Эдуарда Лимонова семь минут Кавридин обвинял Лимонова в полиганстве в порнографии в забвении русских гуманистических традиций наконец ему сказали время истекло я еще не закончу тут вмешался аморальный Лимон с постели можете долго не кончать Рогим Исаевич а тут извольте следовать регламенту все закричали не обижайте Кавридин но он такой ранимый время истекло повторил Мадерей Кавридин не уходил когда Лимонов обратился к нему мне тоже полагается время естественно семь минут могу предоставить это время Рогиму Кавридину это ваше право и Кавридин еще семь минут против Лимонов причем теперь уже на его счет я найсерисовка спасибо за внимание все это были замечательные люди были и есть спасибо спасибо Наташа Михаил да спасибо всем меня слышно да спасибо всем выступавшим я с очень большим интересом все это слушал к сожалению я не был знаком с семьей Ефимовых хотя случай мог представиться когда где-то в начале может быть в середине 80-х годов Давлатов просил у него не было тогда машины он просил привезти меня в Нью-Джорси к Ефимовым но что-то там произошло и этого не случилось но вот когда я все это слушал у меня возникло очень такое четкое чувство причастности во всяком случае если не к семье то к поколению которое которого эта семья была великолепным представителем я тоже 37-го года рождения и школа моя была на канале Грибоедова и от Рыбинска до Ярославля под немецкими бомбами я тоже плыл и может быть даже в том же самом теплоходе я помню название Вячеслав Молотов так что все это как-то очень сразу вспомнилось и вот эта общность почувствовалась у меня вопрос к Гондальсману вот вы в своем стихотворении упомянули Веньковецкого но как я понимаю если вы приехали в начале 90-х годов а Яши не стало где-то по-моему в середине 80-х то вот как почему у вас вдруг это имя очутилось там я не не упоминаю Веньковецкого я его не знал и никогда не видел а там упоминается Веньковецкая а Дина Дина ну там мелькает там ну да Веньковецкая то Штерн ну это такое да все все понятно все понятно со Штерн кстати я был в пионерском лагере когда-то когда она еще не была Штерн ну у меня все спасибо большое ну хорошо я больше вопросов а минуточку вот есть Владимир Чирлик да Владимир пожалуйста сейчас секунду добрый день добрый день я называю Игоря Марковича Ефимова Игорем если я буду называть это только потому что я его знаю пожалуй дальше дольше предыдущего рекордсмена Ефима Сойна я с ним встречал вместе 1966 год в Ленинграде дело в том что я киевлянин и мои большие друзья ленинградцы большие друзья Ефимовы после этого я встречался с Игорем и Мариной по такому же поводу еще раз в Ленинграде потом с Игорем пару раз встречался здесь в эмиграции ну скажем так на пикниках тоже с этими ленинградскими друзьями именно поверхность моего знакомства с ними подтолкнула меня к этому выступлению дело в том что я когда я приехал я как и многие эмигранты успешно искал работу и я сотрудничал с новым русским словом где-то году в 94 стал вопрос не знаю как долго он стоял но он стоял такой вопрос о переезде Марины в Прагу для работы в Радио Свобода и вот она хотела меня рекомендовать на свое место к чему я об этом говорю человек которого она мало знала в то время когда близкие знакомые здесь говорили мы свое говно тут поели пусть и они поедят это в адрес снова прибывших она искренне причем я к ней естественно никогда не обращался за помощью я не знаю откуда она узнала о том что я здесь она хотела помочь и старалась это сделать но как известно она не уехала в Прагу я нашел другую работу но дело не в этом дело в том что я хотел рассказать не лет о литературной о литературных качествах этих людей а именно о человеческих и вот прошло много лет уже с тех пор 30 лет и я все равно я не могу забыть это желание помочь поверхностно знакомому человеку спасибо большое этой семье да спасибо это трогательная такая деталь Марина я просто хочу не буду сейчас говорить мы тоже были знакомы но не виделись виделись только в Вермонте на всех этих наших сборищах и конечно тяжело я переживала тоже эту потерю одного за другим хотя вот сейчас смотрю на девочек действительно как замечательно они похожи во первых на Марину и несут этот дух этой семьи я взяла так сказать подняла руку чтобы вы не забыли о том что у нас есть возможность сегодня послушать еще Володю он сказал что он почитает с удовольствием если можно если все уже кончилось то вот большое спасибо если бы он смог это сделать в смысле Володя Володя Кондельсман да он хотел да Владимир конечно это называется пара шуточных просто стихот не важно спасибо спасибо вам тоже Игорь спасибо пару шуточных слово о полку Игореве подумать только четверть века как я читатель ваших книг слезится глаз распухло века ночь улица фонарь аптека давно прикушен мой язык но зависть гложет постоянно когда смотрю как неустанно трудясь за этажом этаж вы строите свой эрмитаж пустяшки будни трудовые зато в издательском дому есть золотые кладовые спасибо вашему уму на юбилейный тон наладись я славлю сей бездонный кладись вы были вроде Иоанна крестителя для гондольсмана хоть он не стал себя калеча христом вы тоже не предтеча но вас как крестного отца он будет помнить до конца гордясь что в слове о полку он сын полка мерси баку это одна штучка а это значит какому-то все это каким-то юбилеем писалось и еще вот уже совсем юбилейное я прочту и все юбилейное Игоря Ефимова злодейство край и пьяного иства Россия Сталин изверг пыша злом хоть ведал сладострасти убийства но всех не перебил в 37 еще жива земля еще вертится как парадокс нам этот понимать когда казалось лучше не родиться вы родились восславим вашу мать восславим всех кто принял в вас участие познавши пламень творчества с седьмой женой вы только с первой знали счастье и знаете не дай вам бог другой я вас любил любовь еще быть может а если может значит будет быть о пусть и вас она взаимно гложет я вас люблю а как вас не любить ну вот спасибо большое всем кто принял участие в этом вечере воспоминания замечательные были выступления все практически ну а мое извините оно такое шуточное я такую роль некоторые годы играл в этом доме со своими шуточными стишками да замечательная роль завиданная я бы сказал ну хорошо вопросов я больше не вижу но хорошо ну что тогда я мне если кто-то хочет заключительное слово я не знаю Лена может быть Лена не хотите вот буквально может быть последнее слово какое-то краткое ну я Наташу не вижу она так ушла я понимаю да там она занята Наташа да ей нужно было идти слов так много что как бы кратко не выбрать я просто очень вам благодарна что вы все тут собрались я думаю что родители были бы тронуты они действительно были замечательные а без мамы совсем плохо ну да 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 спасибо спасибо ну я по себе знаю это понимаете если уж попадал в притяжение к этим людям то из этой орбиты нельзя было выйти это каждый раз такая радость и счастье встреча как они дружелюбно как они готовят эту еду как это все выпивание рюмочка за рюмочкой в общем это было это огромный был такой вот пласт человеческой теплоты помимо помимо всего прочего а прочего была гора книг я вот писал так как это рецензию на одну из них это столько мыслей что и писать это почти невозможно что-то было необыкновенное ну хорошо все когда-то к сожалению кончается я очень тронут что многие люди пришли я очень тронут что и из Европы и вот из Америки собрались замечательные люди сегодня вспомнить память вспомнить Марину и Игоря и если вопросов нет позвольте мне тогда закончить и надеюсь что они будут в наших сердцах навечно так сказать всего самого доброго всего хорошего до свидания до свидания всего хорошего до свидания